Уроки физкультуры не модны, а из-за проведения универсиады в Казани в 2013-м наркоситуация в Чувашии может усугубиться. Эти темы обсудила антинаркотическая комиссия при главе Чувашии. В Чувашии уровень наркотизации ниже, чем в среднем в Поволжье, но опасность сохраняется. Рядом неблагополучные регионы. Последние годы для наркоситуации характерно появление новых видов наркотиков. Вы знаете, это и курительные смеси, спайсы, синтетические наркотики, в том числе буквально в прошлом году закись азота, веселяющий газ. То есть, конечно, наркоситуация на месте не стоит. В прошлом году наркополицейские зафиксировали в одном из клубов Новочепоксарска факт распространения закиси азота. Его еще называют веселящим газом. Такие новые вещества в наркосфере появляются очень быстро. Они не значатся в перечне запрещенных к употреблению. Это осложняет работу правоохранителей. На сегодняшний день 28 изъятий новых веществ. Из них, новых веществ, которые не запрещены, из них уже в этом году два, которые вообще не включены в список. Это новые. Мы их выявили, направили уже на исследование и результаты в Москву для того, чтобы включить списки запрещенных. Противостоять угрозе нужно сообща. Наркополицейские рассчитывают на помощь жителей республики. В Чувашино неделе вновь началась акция «Сообщи, где торгуют смертью». Вместе с тем на базе образовательных учреждений действуют добровольческие объединения или команды за здоровый образ жизни. Однако зреет проблема. В школах все больше становится освобожденных от физкультуры. Почему начала такая ситуация ухудшаться или становится модой, чтобы на занятия физической культуры не ходить? Справки родители выписывают, учителя физической культуры, соответственно, позволяют. Об этом нигде взыскательно не говорят. Есть родительские, попечительские советы в школах. Но давайте сделайте анализ. На наш взгляд, несколько причин здесь. Абсолютно здоровых детей все меньше и меньше. И здесь медицинские работники где-то подстраховываются. Есть другое мнение. Проблема глубже и характерна не только для республики. Заниматься физкультурой не модно. Такой тренд формирует сама подростковая среда. Важную роль играет, конечно, отношение самих родителей, но и не меньше педагогов. Да. Учителя физкультуры не обучены организовывать индивидуально по каждому ребенку на уроки интересные занятия. Это очень глубокая, серьезная причина. Поставлен вопрос о том, что школы должны иметь два или три спортивных зала. В одном спортивном зале идут уроки физкультуры для тех детей, которые не имеют ограничения. В другом спортивном зале идут занятия одномоментно. Те дети, так называемые, освобожденные от урока физкультуры, но для них уже идет оздоровительная гимнастика. Нужно просто дать детям выбор. Заниматься тем спортом, которым хочется, тогда удастся привить любовь к физкультуре, считают в МВД. В любом случае, власть намерена усилить пропаганду здорового образа жизни. Ольга Григорьева, Леонид Клейман, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова